добрый день на канале универ тв возобновляется серия прямых линий прямых связи посвященных самой главной кампании года приемной кампании приемная кампания 2021 трансляция доступна помимо канала универ тв одновременно на нескольких онлайн площадках в аккаунтах университетского телевидения вконтакте твичи на youtube почему я на это обращаю внимание вы можете сейчас прямо по ходу нашей прямой связи задавать свои вопросы и я надеюсь получите на них вполне квалифицированные ответы потому что помогут нам найти эти ответы наши сегодняшние гости которых с удовольствием представляю это проректор по образовательной деятельности казанского федерального университета дмитрий альбертович тоюрский добрый день добрый день это ответственный секретарь приемной комиссии казанского федерального университета александр анатольевич бибик добрый день добрый день и директор департамента внешних связей казанского федерального университета ольга анатольевна вершина добрый день также напоминаю нашим коллегам журналистам что для вас работает специальный канал ватсап на который вы также можете задавать и адресовать свои вопросы есть таковы у вас имеется потому как идет как организовано как будет организована приемная кампания казахском университете и так целый ряд вопросов после анонсирования большое количество вопросов на сказать после анонсирования нашей прямой линии поступило уже за годи и их можно сгруппировать по совершенно разным принципам но я думаю что будет правильно если мы начнем с наиболее общего который и прозвучал как и ожидалось дмитрий альбертович на на вам придется начинать нашу сегодняшнюю прямую линию прямую связь он связан с тем как организовано это приемная кампания в чем ее особенности потому что нельзя не признать что битуриенты немного запутались очно заочно дистанционно если в том году как-то еще вот вся пандемийная ситуация вогнала в ситуацию дистанта большую массу людей то сейчас вроде как все было относительно спокойно и свободно а потом говорят нет возможные другие варианты да и внутри правил очень много изменений вот все ты правил приема подачи документов организации приемной кампании вот главный акцент расставьте пожалуйста для того чтобы вокруг них выстроили дальше беседу да действительно в этом году в рамках приемной кампании достаточно много нововведений самое главное нововведение то что появилась опция подачи документов студентами через портал госуслуг это всероссийский портал госуслуг через который можно подать документы в любой вуз страны в том числе и в казанский федеральный университет продолжает работу подачи документов через портал казанской приемной кампании казанского федерального университета буду студентом кфу это социальная сеть через который регистрируетесь можно зайти на портал университета и подать документы также документы можно подать в очном формате придя в приемную комиссию которая начинает работу с 20 июня зданиях университета в втором корпусе высотному и здание уникс а также можно документы подавать посредством курьерской почтовой доставки присылать документы в адрес приемной комиссии все координаты для этого есть на сайте казанского университета в разделе абитуриенту и школьнику там есть прямо раздел адрес приемной комиссии все телефоны все почтовые адреса и так еще раз повторяю можно подавать документы онлайн онлайн это через портал госуслуг либо через портал казанского федерального университета можно подавать документы очно можно присылать документы по электрон по курьерской почте требования к документам во всех случаях одинаковы это тот набор документов которые необходимо подать это для российских граждан паспорт это аттестат или диплом об образовании это приложение к аттестату или диплом образования две фотографии 3 на 4 согласие на обработку персональных данных это то что должны представить абсолютно все абитуриенты поступающие на программа бакалавриата специалитета или магистратуры и ординатуры и аспирантуры а если говорить а я так думаю что наверное большинство вопросов здесь у поступающих на программа бакалавриата специалитета то здесь если есть какие-то льготы которые действуют на всех уровнях образования не только бакалавриат специалитет магистратура нужно представить соответствующие подтверждающие документы о льготах это может быть инвалидность еще что то далее есть у нас так называемый целевой набор тогда нужно предоставлять еще договор от направляющей организации целевом наборе для иностранных граждан те кто поступает к нам запреди из-за пределов российской федерации нужно нотариально заверенная копия перевода паспорта нотариально заверенный перевод документа об образовании для странных граждан вот этот пакет документов нужно либо в отсканированном виде с разрешением не менее 300 точек на дюйм не фотография которая делает телефон еще раз говорю должен быть отсканированные документы все прислать либо через сети о которых я сказал сеть госуслуг сеть казанского университета портал казанского университета либо принести лично для того чтобы документы могли здесь быть обработаны либо прислать по почте вот это сама подача документов теперь куда и как можно подавать документы в этом году опять же новшество каждый абитуриент имеет право подать документы на 10 направлений обучения в пять вузов российской федерации 510 5 университетов 10 направлений обучения всего в 10 направлений 5 вузов 10 направлений обучения вот чтобы не запутаться куда вы подавали документы вот лучше все-таки определиться и не разбрасываться определить но два-три направления которые все-таки считаете приоритетными сроки подачи документов у нас тоже четко обозначены и я думаю мы когда будем отвечать на вопросы мы скажем когда там бы заканчивается первая волна когда будут приказы зачисления уж такие вопросы тоже есть такие вот просто сейчас вот главный сейчас подать документы правильно вот тоже как подается документы и какой набор подается вот об этом и сейчас я рассказал а вот смотрите такой есть вопрос он поступил загодя он вот точно продиктован вот теми новациями про которые вы сейчас говорили попробую его зачитать полностью сложный но вот он и демонстрирует всю сложность нынешней приемной компании булат хасанов такой спрашивает вопрос насчет новых правил поступления как будет вестись вестись конкурс по направлению в этом году на одно и то же направление можно поступить с разным набором предметов естественно баллы в зависимости от набора будут отличаться как в этом случае будет идти конкурс он тут пример бизнес информатики приводит куда можно выбрать и историю или информатику или обществознание или инъяс а вот каким образом этих людей разделить или наоборот будет общий конкурс вот это вот точно про новации никто из нас кроме вас не в состоянии ответить на этот вопрос что будет но я начну отвечать александр продолжит это сделано только для того чтобы создать более комфортные условия для поступающих вузы дело в том что результаты егэ они все-таки зависит от настроения от состояния здоровья перенервничал человек не перенервничал школьник и поэтому было принято решение что по ряду направлении подготовки можно подавать документы не только по двум обязательным предметам которые прописаны а один предмет он является как бы вариативным и можно подать документы ну как с наивысшим балла вот пожалуйста александр анатольевич прокомментирует на этом спримере новшество приемной компании этого года она расширяет возможности абитуриентов имея экзамены заменяемые можно играть с конкурсными группами и можно выбрать подходящую тебе как будет проходить конкурс по таким конкурсным группам он будет проходить следующим образом подавая документы в нашей социальной сети и подавая заявление на то или иное направление абитуриент сам выбирает какой экзамен он хочет выбрать данную конкурсную группу если при выборе стоит математика либо иностранный язык то абитуриент при подаче документов должен сделать выбор какой экзамен и какие баллы за какой экзамен он хочет вести в зачет. Дальше вступает в игру конкурсная машина, которая отбирает по максимальному значению. В одной конкурсной группе будут абитуриенты, которые имеют разные наборы уступительных испытаний, но конкурсные баллы будут рассматриваться в одной плоскости, по максимальному значению конкурсных баллов в этой группе. Он может выбрать наиболее удобный ему вариант. Если абитуриент сдал математику лучше, чем иностранный язык, либо наоборот, то он может выбрать наиболее высокий балл. Я думаю, что задававший вопрос удовлетворен. Кстати, давайте напомним, что приемная кампания официально стартует с 20 июня. А по иностранным студентам? По иностранным студентам прием документов мы осуществляем уже с 1 марта и будем осуществлять до 15 августа включительно. Но вступительные испытания для тех из вас, кто будет ориентироваться на поступление по бюджету, будут проходить с 20 июня. Еще раз хотят уточнить, что экзамен в дистанционном режиме проведется, то есть будет проходить. Видимо, есть категория людей, которые хотели бы лично, живьем, традиционно сдавать дополнительные какие-то испытания, которые организует университет. А кто-то, наоборот, не может подъехать и переживает возможный дистанционный комбинации. Казанский федеральный университет осуществляет прием документов и прием внутренних вступительных испытаний как в очном, так и в дистанционном формате. То есть абитуриент может сделать выбор, также подавая документы и выбирая заявление. Абитуриент делает выбор, в каком формате он хочет пройти внутренние вступительные испытания. Никаких привилегий очного экзамена над дистанционным и наоборот дистанционно над очным нет. Все абитуриенты будут рассматриваться в одной плоскости баллов, в одной градации оценок. Поэтому эта возможность для того, чтобы для иностранных граждан не пересекать границу, для граждан, находящихся в другом регионе, не требуется выезжать к нам в Казанский федеральный университет для того, чтобы пройти экзамен наравне со всеми. Спасибо. И вот раз сейчас про пограничные дела вы упомянули, то сразу вопросы из разряда поступивших чуть ранее. Куда задавать вопрос о пересечении границы для иностранных студентов? Как можно узнать актуальную информацию по этому поводу? Да, все вопросы о пересечении границы для иностранных граждан вы можете задать, позвонив по телефону нашей горячей линии. Это плюс 7, это код России, 843, это код Казани и телефон 233-76-25. Это горячая линия Департамента внешних связей. Мы разъясним все нюансы, каким образом можно пересечь границу. Информация меняется в зависимости от эпидемической обстановки, поэтому, пожалуйста, звоните, пожалуйста, пишите. Мы отвечаем и по электронной почте, у нас есть специальный адрес администрации по фору, у нас работают наши в соцсетях, в Телеграме, в WhatsApp у нас есть аккаунты, поэтому задавайте свои вопросы по любым каналам. Кроме того, информация о въезде размещена в разделе международной деятельности на сайте Казанского федерального университета. Там же находится перечень стран открытых, с которыми возоблюдено авиасообщение у Российской Федерации. Тем не менее, если что-то непонятно, в любой момент можете позвонить или написать. Спасибо. Наши коллеги из средств массовой информации пытаются уточнить, где именно можно выбрать математику либо иностранный язык. В конкретном вопросе пример касался бизнес-информатики, но такой выбор представлен по достаточно широкому Да, очень широкий спектр специальностей. Я бы сказал так, что, наверное, это будет первым домашним заданием для абитуриента, чтобы ознакомиться с нашими правилами приема и с нашим планом приема на нашем портале. Это будет первый шаг, который они сделают в нашем направлении. Ну, а мы этот шаг оценим, подхватим и проведем дальше по приемной кампании в абсолютно комфортных условиях. Вообще, конечно, очень непросто становится сейчас абитуриентом. Казалось бы, все условия для них, с другой стороны, сложновато. А вот, кстати, готова ли в этом году система организации приема и зачисления абитуриентов к таким неожиданностям, которые возникали в прошлом году, когда одновременно абитуриент зачислялся в несколько вузов, причем в бюджет. Вот как можно отследить, что он, вот когда, видите, пять вузов, десять направлений. Как его поймать? Абитуриенты, которые зачислялись в прошлом году по такому принципу, ну, скажем честно, нарушали правила приемной кампании прошлого года. В этом году правило осталось, согласие о зачислении должно быть одно, в принципе, в стране. То есть во всех вузах вы должны оставить одно согласие о зачислении. Если согласия будет два, то это будет прямым поводом отчислить вас за несоблюдение правил приема и соблюдение правил приемной кампании из двух-трех вузов, куда вы будете зачислены. Поэтому советую не рисковать, советую определиться с выбором. Выбор сложный. Понятно, что сделать его непросто, но, тем не менее, этот шаг нужно сделать и определиться, выбрать направление, выбрать путь, спокойно сдать экзамены и прийти к той цели, которую вы преследуете. Ну, то есть вот за годи все равно таких шулунов отловить будет невозможно, да? Возможно. Кто в несколько вузов сразу сдал согласие. Есть надзорная федеральная система, ФИС, ФИС приема, ЕГЭ приема. И там в момент подачи приказа все это будет видно. Понятно. Спасибо. Вот свежий вопрос поступил в YouTube. Скажите, будет ли приглашение на творческое испытание, если я по баллам ЕГЭ прошла? Ну, то есть, видимо, с баллами ЕГЭ все в порядке. Вот творческие испытания есть какие-то в вузе определенные. Каким образом абитуриент об этом узнает и будет приглашен? Если направление предполагает вступительные испытания в виде творческого экзамена, то миновать его не будет никакой возможности. То есть, это обязательное вступительное испытание в виде прохождения творческого внутреннего испытания. То есть, если мы берем дизайн, либо журналистику, то это литература, русский язык и внутреннее вступительное испытание в творческом направлении. То есть, никакого приглашения ожидать не стоит. Есть график проведения вступительных испытаний, и следуя этому графику, вы проходите вступительные испытания. То есть, он знакомится с этим расписанием, находит свое направление, и дальше он каким-то образом должен присоединиться. Видимо, они технологию пытаются не пропустить. Как присоединиться к этой группе в Zoom, в Teams, где, каким образом. Давайте я продолжу. Как раз был вопрос, есть ли творческое вступительное испытание на медиакоммуникации. Я сразу же отвечу, что такого дополнительного вступительного испытания нет. На медиакоммуникации, направлении подготовки, там сдается литература, русский язык и по выбору либо общество знаний, либо иностранный язык. А вот, как сказал Александр Анатольевич, на журналистику и на телевидении есть дополнительные вступительные испытания в виде внутреннего экзамена. Расписание уже известно. В расписании, например, на журналистику это внутреннее испытание проводится 16 июля с 9 утра до 14.00. 15 июля будет консультация в той же команде Zoom с теми же входными данными. Так что абитуриенты сначала могут зайти на консультацию, присутствовать, задавать вопросы, посмотреть, как все это работает и на следующий день сдать экзамен по, скажем так, в этой же, с этими же данными входа в конференцию, видеоконференцию Zoom. Для телевидения, такие, для направления подготовки телевидения, такие консультации будут 19 июля, а экзамен будет 20 июля. Ну и для тех, кто у нас, неважно, вступительные испытания внутренние или сдавал просто внутренний экзамен, те, кто не имели ЕГЭ, там, математика, физика, русский язык и общество знаний, еще какие-то предметы. Всякое случается во время связи, во время проведения дистанционного экзамена. У кого-то, может быть, пропадет связь, будет отключение электричества, например, это все фиксируется у нас в системы, в системы прокторинга, все это фиксируется. Для таких случаев предусмотрен резервный день 26 июля. Сделаю небольшое уточнение, все, о чем мы сейчас говорили, это является внутренними вступительными испытаниями. Если абитуриент планирует поступать на конкурсные группы и на те направления, где предполагаются внутренние вступительные испытания, то здесь действует небольшое ограничение. Нужно подать документы до 10 июля, потому что с 12 июля начинается серия внутренних вступительных испытаний на места основной группы, на бюджет, точные направления. И в эту группу входят те, кто имеет право сдавать внутренние вступительные испытания, это те, кто имеет диплом СПО на руках, либо граждане Российской Федерации, проходившие обучение за рубежом, либо инвалиды первой и второй группы, они имеют право и имеют сдавать право внутренние вступительные испытания. Соответственно, наряду с этими испытаниями вот те самые испытания тверческой направленности. То есть, если мы хотим поступить в направления, где таковые есть, то нужно подать документы до 10 июля. Спасибо, это существенное замечание, чтобы не промахнулись со сроками, тоже не расслаблялись. Ну и сразу по ходу, вот про этот же вопрос, когда будут экзамены для иностранных студентов, чтобы эту группу тоже мы не теряли из вида. Иностранные студенты могут поступать в Казанский Федеральный университет по нескольким линиям, могут претендовать как на бюджетные места, это те абитуриенты, которые имеют равные права для поступления с россиянами, это Киргизия, Казахстан, Таджикистан, граждане Беларуси в этом году могут поступать по результатам единого централизованного тестирования. И иностранные студенты также могут поступать на контрактные места в рамках отдельного конкурса для иностранных студентов. Так вот, прием документов проводится вплоть до 15 августа, это в рамках отдельного конкурса на контрактные места. Если вы предполагаете поступать на бюджетные места, то сами вступительные испытания будут проходить с 12 июля по 28 июля. И еще одна серия вступительных испытаний пройдет с 20 августа по 26 августа. Спасибо. Поскольку был такой специфический вопрос по медиакоммуникациям, есть специфический вопрос и от иностранных абитуриентов по лечебному факультету из Казахстана. А экзамены лечебной факультеты для иностранных абитуриентов, которые будут проходить во вторую волну в июле, будут иметь резервные дни? Вот это я даже не знаю, как могу дорисовать. Вступительные испытания будут проводиться по графику. График будет опубликован на сайте приемной комиссии. Лечебные направления, институт фундаментальной, медицинной, биологии пользуются очень большой популярностью на эти направления всегда. Абитуриенты подают очень много заявлений, всегда повышенный интерес к обучению на этом факультете, в этом институте. Поэтому я очень вас нацеливаю на то, чтобы оперативно следить за информацией, смотреть график вступительных испытаний, который будет размещен в разделе «Бакалавриат специалитет» на портале, предназначенном для абитуриентов. Спасибо. Кто-то очень творчески сел на линию YouTube и хочет еще раз убедиться, нужно ли писать заявление на творческое испытание. То есть никаких особых приглашений, заявлений не нужно. Просто нужно подать документы в то направление, заявление должно быть принято, у вас будет возможность пройти вступительные испытания. А дальше пусть сидит и смотрит за графиком. Есть график, в личном кабинете есть специальный раздел, отвечающий за вступительные испытания, в зависимости от того, в каком формате было выбрано прохождение данного экзамена. Если это онлайн, то в соответствующем разделе появится ссылка. Если это был очный формат, то просто нужно явиться по графику на место приема этого экзамена. Спасибо. Теперь вернемся к тем вопросам, которые поступали накануне. Они какое-то право первенства все-таки имеют, хотя мы их уже чуть-чуть задвинули в силу поступающих актуальных вопросов по ходу нашей беседы. Вчера был такой вопрос о предоставлении оригиналов аттестата и согласия на зачисление. Если поступающий проходит по конкурсу, может ли он быть зачислен, включен приказ на зачисление, если аттестат и согласия предоставлены дистанционно? Это некое развитие той мысли, о которой вы уже говорили. Оригинал аттестата и согласия можно ли привести в конце августа? Или надо обязательно до издания приказа? И когда конкретная дата оригинала аттестата? Иногородний абитуриент подписывается? По правилам приема этого года, оригинал аттестата зачисленных абитуриентов мы собираем в течение года. Обитуриент, зачисленный в то или иное направление по конкурсу, предоставляет оригинал документов образования в течение первого учебного года. Зачисления происходят на основании согласия о зачислении. А так как взаимодействие с ВУЗом возможно в дистанционном формате, то, соответственно, и подать эти документы можно в дистанционном формате. То есть нам будет достаточно прикрепленных образов документов об образовании, прикрепленного согласия о зачислении, подписанного, распечатанного, как уже сказал Дмитрий Альбертович, это должна быть не фотография, это должны быть сканы документов. Они будут рассмотрены, приняты, и человек допускается в конкурс. Но, как я уже сказал, согласие должно быть единственным в стране. Если вы подали согласие в Казанский федеральный университет, у вас больше нигде не должно быть согласия о зачислении на бюджетные направления. На внебюджетные направления количество согласий не ограничено. Спасибо. Еще один из ранее поступивших вопросов, достаточно такой специфический, я думаю, Дмитрий Альбертович, может быть, вы поможете на него найти ответ по поводу грантов. Если я подам заявление о том, что я согласен учиться по гранту, но прохожу на бюджет, я буду на бюджете? Я просто вот не очень эти нюансы знаю. Нет, вопрос не очень понятный. Да, вот эти нюансы не слышатся. Есть путаница небольшая. Есть гранты, которые дает правительство Республики Татарстан на обучение. Это у нас институт высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Там конкурс достаточно большой на эти гранты на обучение, где ребятам оплачивается обучение за счет средств Республики Татарстан. Но на бюджетные места здесь конкурс тоже достаточно большой, поэтому надо просто выбирать, где вы проходите. Больше ситуации по грантам я что-то не припомню, где у нас есть еще гранты. Есть целевое обучение, но это не грант. Целевое обучение – это обучение по целевым договорам, и здесь конкурс отдельно идет. Если абитуриент имел в виду обучение на внебюджетной основе, то есть на договорной, то никаких ограничений по подаче в направление с оплатой стоимости обучения либо на бюджет нет. То есть они не пересекаются. Вы можете подать одновременно, дождаться приказа зачисления бюджетного. Если не проходите, то можете заключить договор, если проходите по конкурсу внебюджетному. Мы просто додумываем то, что хотелось бы. Да, пытаемся как-то уловить нюансы, потому что я сразу оговорился, что я не все точно понял, но вопрос пришел раньше, и автор, видимо, очень хотел узнать. Неожиданно для меня за несколько лет прямых связей, связанных с приемной кампанией, целых два вопроса поступило, связанных так или иначе с военной кафедрой. Какая-то актуальность такая возникла. Один вопрос звучит так. Насколько я знаю, в вашем ВУЗе отсутствует военная кафедра, военный учебный центр. Так вот, планируете ли вы открыть его в ближайшее время, через год-два, например? Если нет, то возможно ли учеба в вашем ВУЗе, а прохождение военной кафедры в другом учебном заведении? Давайте я отвечу на этот вопрос. Действительно, в настоящий момент ни военной кафедры, ни военно-учебного центра в Казанском федеральном университете нет. Мы такую работу начали годы два назад, но тут не все так просто. Мы хотели бы иметь такой военно-учебный центр, но гарантируют, что будет открыт через один-два года. Это решение не относится к Казанскому федеральному университету, это решение за Министерством обороны Российской Федерации, об открытии такого центра. Проходить обучение в Казанском университете и обучение по военно-учетной специальности на военной кафедре или военно-учебном центре другого ВУЗа не получится. Такой возможности нет. Ясно. И вот вы в самом начале нашей беседы оговорились, что, наверное, большинство вопросов будут касаться так или иначе бакалавриата, а вот про магистратуру и опять в вязке с военной кафедрой. Правда, уже не про военную кафедру и учебный центр военной КФУ. Учусь КАИ, планирую поступать к вам в магистратуру. Из-за военной кафедры, там, видимо, документ об окончании выдадут только в августе. Видимо, так вот как-то у них принято. Прием в это время уже закончится. Как быть в данной ситуации? Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за интерес к магистратуре Казанского федерального университета. Должен вас заверить, что все ВУЗы Российской Федерации работают в согласованном режиме. И я совершенно точно знаю, что военные сборы на военной кафедре в КАИ, или как это старое название, Казанский научный исследовательский технический университет, они заканчиваются где-то в начале июля, затем идет там сдача госэкзамена. И все студенты, скажем так, родивые студенты, получат совершенно точно все дипломы до 25 июля. А это означает, что срок подачи документов до 29 июля в магистратуру. Поэтому здесь никаких... То есть августа мы-то его напугали зря. Ну, может быть, все планируют заради, может быть, что-то уже перенеслось на август. Защита пустого проекта или что-то. Но по учебному графику все документы должны быть выданы. И впервые, честно говоря, такой вопрос слышу, поскольку я знаю, что из КАИ многие едут в магистратуру и в московские вузы. Правила у всех едины и никогда таких вопросов не возникало. Поэтому немножко удивительный вопрос. Ну вот много нового в этом году. Не только в правилах, но вот видите, тут и военные подбросили свои заботы. Раз уж о сроках начали говорить, про сроки тоже был вопрос. Хотела поинтересоваться, обычно в какие сроки вывешиваются списки поступивших в университет? Как вот это в этом году будет? Предельно понятный и простой срок. Он обусловлен правилами приема не только Казанского федерального университета, но и порядком приема высшее образование в Российской Федерации. На данный момент приказ о зачислении в нулевую, так называемую квотную волну, это целевые места и льготный конкурс, и зачисления вне конкурса, это 6 августа. И основной приказ, первая волна, то есть первая и единственная волна, это 17 августа. Приказ о зачислении все вузы страны вывесят в один день. Это мы говорим о бакалавриатах. Бакалавриат, специалитет. Специалитет. А с магистратурой дела как обстоят? С магистратурой, поскольку здесь нет такого единого требования как по бакалавриату, у нас приказ о зачислении выпускается 25 августа. Потому что по 13 июля-августа проводится вступительность. Спасибо. Очень много вопросов пока мы разбирали, что называется, завалы вчерашнего дня, поступили уже в эти минуты. Фильтровать их достаточно сложно, поэтому к большой радости наших зрителей и к дополнительным сложностям наших сегодняшних собеседников попробую в том порядке, как они поступали. Их начать формулировать. Скажите, пожалуйста, как в этом году иностранные граждане будут получать приглашение? Спасибо за вопрос, уважаемые наши слушатели. Вы знаете, что в настоящий момент в постановлении правительства 635-р введены временные ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию. И согласно этому документу, а правило определяет нам Роспотребнадзор, могут в Россию въехать только иностранные граждане из тех стран, в которых эпидемиологическая обстановка достаточно благоприятна. Перечень этих стран в настоящий момент это 34 страны. И перечень этих стран Роспотребнадзор будет, по всей видимости, расширять в зависимости от того, как будет ситуация развиваться с пандемией во всем мире. Миноборнауки Российской Федерации согласовал с Министерством внутренних дел Российской Федерации определенные алгоритмы действий для въезда обучающихся и подготовительных факультетов. К сожалению, абитуриенты до момента поступления в Казанский университет не подпадают под категорию обучающихся, поэтому для них в этом году предусмотрена возможность сдачи вступительных испытаний в двух форматах – в дистанционном формате и в очном формате. Если у вас нет возможности въехать на территорию Российской Федерации, то вы будете сдавать экзамены в дистанционном формате. Если вы в этот момент будете находиться на территории Российской Федерации, то вы можете сдать вступительные испытания очно. Дополнительных приглашений, дополнительных разрешительных документов на въезд мы оформить не можем. Вчера был достаточно интересный вопрос для нашей сегодняшней прямой связи из Казахстана. Поступаем онлайн, то есть все так добросовестно онлайн. Вот когда ребенок поступит, как нам, родителям, можно пересечь границу вместе с ребенком, чтобы привести его к вам? Доставить его сюда. Ну, прежде всего, мне хотелось бы пожелать успехов абитуриенту, успешного завершения учебы, успешной сдачи вступительных испытаний. Будем ждать его в числе студентов Казанского федерального университета. Если это произойдет, то выйдет приказ о зачислении. Казанский федеральный университет внесет эту информацию на единый портал государственных услуг, и ребенок, наш студент уже, сможет въехать, пересечь границу Российской Федерации через все пункты пропуска, как воздушные, так и сухопутные. Что касается родителей, дополнительных разрешительных документов на сопровождающих лиц университета оформить не может. Но, тем не менее, дорогие родители, мы понимаем ваше беспокойство. Вы можете сесть на самолет через воздушные пункты пропуска, прилететь к нам сюда, пересечь границу, приехать в Казань. То есть, они уже по общим правилам дальше перемещаются. Никаких особых специфических для них правил не разрабатывают. Для родителей, имею в виду. Все верно. При поступлении в КФУ нужно ли проходить определенные дополнительные медицинские комиссии или же собирать пакеты справок? То есть, все-таки еще раз зафиксируем вот эту медицинскую составляющую. При поступлении в КФУ правила действуют те же самые, как и с оригиналом документ образования. Все в течение года. На те направления, где требуется медицинский осмотр, это лечебное дело, педиатрия, то есть меднеправление, некоторые направления специалитета. Требуется медосмотр по форме 86, справка 86У. И она предоставляется в течение года. Вот человек хочет все-таки уточнить, правильно ли он понял про дистанционные экзамены? Мы можем сидя дома сдать экзамен? Да, все верно. Вот так вот все. Да, все верно. У нас есть система по приему внутренних вступительных испытаний. Она очень строгая. Там работает робот, проктор, который очень строго следит за обстановкой прохождения экзамена, за тем, чтобы абитуриенты не списывали, за тем, чтобы экзамен проходил достойно. И легитимно. Поэтому есть определенные технические условия, которые требуют соблюсти. Они также расположены на сайте приемной комиссии в личном кабинете. Как только будет подана заявка, у вас откроется доступ к кабинету прохождения вступительных испытаний. Там будет небольшая инструкция по тем техническим оснащениям, которым должен обладать абитуриент для прохождения, по требованиям расположения в комнате, чтобы не было бликующих поверхностей сзади, чтобы машина не распознала это как какую-то камеру, либо помощь, либо экран, либо телевизор. Поэтому максимально простые условия по прохождению экзамена, никаких сложностей. Ну, то есть, видимо, вот тот ответ, который хотел услышать автор вопроса, он получил. То есть можно прямо все-таки дома. Тут все в порядке. «Здравствуйте, сдача дистанционных вступительных экзаменов рассчитана только для поступающих исключительно на контрактную форму обучения или для тех, кто планирует на бюджет?» В общем, мы в самом начале об этом говорили, но давайте еще раз вопросы поступают. Абсолютно для всех. Здесь никакой селекции нет. Нет. Контракт, бюджет. Хорошо. И гражданин Узбекистана тут такое количество раз написал, просто будет нечестно, если я не озвучиваю вопрос, несмотря на то, что в той или иной форме ответ на него уже звучал. Я гражданин Узбекистана, хотел поступить в КФУ на бюджет. Как все будет проходить? Объясните, пожалуйста, что ему сейчас делать? Вот он сидит, сейчас смотрит нашу прямую связь и спрашивает у вас на бюджет. Спасибо за вопрос. Во-первых, нужно подать документы для поступления в КФУ одним из тех способов, которые уже коллеги сегодня отметили. Это можно сделать либо онлайн, либо очно, либо направить документы по почте. Это первое, что необходимо сделать. Если вы поступаете на бюджетные места, вы должны прикрепить соответствующие документы в своем личном кабинете, в том числе те документы, которые подтверждают ваше право на поступление на бюджетные места. Я так полагаю, что вы будете поступать к нам как соотечественник. Далее вы должны сдать вступительные испытания, которые пройдут в период с 12 июля по 28 июля. В течение трех дней будут известны результаты экзаменов. Вам нужно дождаться затем выхода приказа и, будучи зачисленными, уже приехать к нам на обучение в КФУ. Александр Анатольевич, что-то забыла? Нет, добавить ничего не могу. Спасибо. Тем самым вы, кстати, ответили на совсем все же вопрос, который поступил, когда начнутся экзамены для иностранцев со статусом соотечественники. Сейчас как раз вы про это и сказали. Еще был вопрос, достаточно актуальный для той группы абитуриентов, которые приедут в живом формате. Будьте добры по общежитиям. Все абитуриенты будут обеспечены жильем. Насколько будет эта услуга оценена? Здесь вопрос, в чем? Вот абитуриент приедет. Он сможет ли претендовать на какое-то место в общежитии? Если да, то сколько это будет стоить? Размещение абитуриентов на момент подачи документов и прохождения вступительных испытаний не предусмотрено. Но зачислившись, действует очень хорошая особенность Казанского федерального университета. Абсолютно любой абитуриент иногородний. Либо, будь то гражданин другой страны, получает место в общежитии в новых корпусах, в деревне универсиады. То есть это особенность и фишка Казанского федерального университета. Для абитуриентов мы не предоставляем общежитие. Для студентов не предоставляется общежитие. Тем более, что возможность дистанционно в этом году полноценно участвовать в приемной кампании. Для тех, кому это актуально, значимо, является серьезным препятствием, сегодня снимает все проблемы и вопросы. Будут ли консультации для иностранных абитуриентов? Мы говорили о консультациях для наших сограждан. И сколько экзаменов нужно сдавать для контракта бюджета. Тут все зависит от направления. Можно ли на бюджет сдавать онлайн? Это опять про иностранных студентов. Тут контекст про них. Консультации и онлайн распространяется ли на них. Еще раз хотят уточнить. Да, конечно, для наших иностранных абитуриентов консультации также будут проводиться. Они будут проводиться в соответствии с графиком. Если вы зайдете на сайт и в раздел «График вступительных испытаний», вы там же увидите и график проведения консультации. Консультации проводятся как в онлайн-режиме. Все ссылки, соответственно, приведены. Можно это будет посмотреть на сайте. Какая вторая часть вопроса, извините? Бюджет, контракт, экзамен. Да, и количество экзаменов. Значит, если вы поступаете на бюджетные места в рамках общего конкурса, то вы будете сдавать три вступительных испытания по большинству направлений бакалавриата, хотя есть специфика по направлениям, пожалуйста, уточните. Если вы поступаете на контрактные места в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан, то это два вступительных испытания. Один из которых — это русский язык, второй — это профильный экзамен. Также информация вся размещена на сайте в правилах приема. Есть приложение номер 4, где перечислены все направления для иностранных граждан и указаны те вступительные испытания, которые необходимо сдать. Ну и сразу вот, чем интересна прямая связь, сразу уточняющий вопрос по поводу того, что мы затронули тему общежитий. А вот заселение в общежитии уже тех, кто зачислен, оно произойдет как быстро? То есть сразу по факту зачисления он сможет получить это место? Или все-таки существует какой-то определенный график? Вопрос. После выхода приказа о зачислении 17 августа будет опубликован график заезда и заселения в общежитие всех студентов первого курса. Я хочу обратить внимание, что будут рекомендованы даты, когда желательно нашим новым студентам приехать и заселиться. Это связано с тем, что количество студентов, которые мы зачисляем ежегодно, достаточно большое. Это порядка 10 тысяч студентов. И заселить всех в общежитии просто физически в один день невозможно. Поэтому есть еще и студенты, которые продолжают обучение у нас. Поэтому составляется график. Этот график будет размещен как на сайте приемной комиссии, так и на сайтах институтов, где будет четко указано, когда нужно приехать, чтобы пройти медосмотр и заселение. Спасибо. Есть у нас перекос в сторону Ютьюба. Между тем вопросы поступают и ВКонтакте. Несколько из них. Вера Шумская. Простите за поздний вопрос. Тем, кому нет 18 лет, могут подавать через госуслуги? Слышала, что до 18 нельзя. Действительно, абитуриентов много, 17-летних-то. Чтобы подать документы через госуслуги, нужно иметь личный кабинет на госуслугах. То есть, соответственно, несовершеннолетние абитуриенты лишены такого права. Поэтому, если у вас есть возможность регистрации на портале госуслуг, то вы можете воспользоваться сервисом подачи документов через данный формат. И еще раз я повторюсь, что документы дистанционно можно подать не только через госуслуг, а через сайт Казанского университета, где никаких ограничений по возрасту нет. Достаточно быть зарегистрированной сети, буду студентом КФУ, получить все необходимые данные для входа в личный кабинет и подать все документы через сайт Казанского федерального университета. Единственное отличие, которое будет ожидать несовершеннолетних абитуриентов в личном кабинете, это согласие на обработку данных от опекуна. То есть, помимо согласия на обработку данных от самого абитуриента, мы будем требовать еще один документ согласия на обработку персональных данных от опекуна несовершеннолетнего. Спасибо. Я правильно поняла, что для СПО можно не сдавать ЕГЭ, а просто писать внутренние испытания? Да. Абитуриенты, имеющие диплом СПО, имеют право сдавать внутренние вступительные испытания. Еще один короткий вопрос. Дипломы за Олимпиады, которые дают дополнительные баллы, необходимо подавать вместе с основными документами для поступления? Обязательно, потому что на рассмотрение так называемых индивидуальных достижений и баллов для начисления к индивидуальным достижениям мы должны рассмотреть эти документы. Они прикладываются в личный кабинет также, и это один курс с подачей заявления. Спасибо. По иностранным абитуриентам всегда достаточно много бывает вопросов. Они не кажутся мелкими, но для них всегда очень существенные. Поэтому к ним вновь обратимся. Можно ли подавать документы в несколько российских вузов на бюджет по статусу соотечественника? На бюджет в российские вузы вы можете подавать в соответствии с теми правилами, которые уже огласили. Документы, подтверждающие статус соотечественника, вы должны будете сразу представить на момент подачи документов на поступление. Единственное, нужно будет определиться с согласием на зачисление в тот или иной вуз, в то или иное направление. То есть тот же принцип работает? Да, да, принцип тот же. Ничего здесь такого специфического или уникального нет. Вопрос технический, как получить согласие на обработку данных, это при регистрации скачать, спрашивают. Вообще, надо сказать, что таких небольших технических вопросов где-то буква не проходит, где-то чего-то куда-то надо нажать, люди не могут понять куда. Их много. Вот что бы мы могли сказать, и тут у меня целые листочки есть из восьми вопросов, поступивших тоже, ну как накануне, сегодня буквально поступивших, связанных вот с такими очень технико-технологическими особенностями работы с порталом, с сайтом, вот со всей этой вот массой ресурсов, которые сегодня обеспечивают возможность дистанционно подать документы. Но в то же время и навыки нужны, а навыков не у всех хватает. Что им сказать и рекомендовать? Чтобы мы не уходили сейчас в мелочи войти. Самая первая рекомендация, это для начала попробовать разобраться самому. Потому что знания, полученные лично, они гораздо ценнее. Это поможет вам в дальнейшем по прохождению приемной кампании и работе с личным кабинетом. Если же все-таки у вас не получается, то для граждан Российской Федерации и для общего конкурса с 20-го числа начнет работать техническая приемная комиссия. Уже сейчас действует телефон горячей линии. С 20-го числа это будет телефон горячей линии номером 8800. То есть мы разместим это на нашем сайте, будет указан этот номер. Будет обновлен номер горячей линии. По иностранцам, по иностранным гражданам такие телефоны уже есть. Колл-центр работает. И проконсультировать по заполнению личного кабинета можно уже сейчас. То есть в этом нет никакой сложности. Сделав, как я уже говорил, первый шаг навстречу нам, мы сделаем навстречу вам два шага. Спасибо. Тем самым мы на большой блок вопросов возникающих отвечаем, адресуя их туда, где они могут действительно получить квалифицированный, полноценный ответ. И еще дозадавать вопросы, если таковые возникнут. Какой-то чемпион собирается поступать в университет. Индивидуальными достижениями считается только золотой значок ГТО, дипломы, олимпиады, статус чемпиона Европы мира Олимпийских игр? Это разные группы индивидуальных достижений. Золотой знак ГТО — это один вид индивидуальных достижений. И чемпион мира Европы и так далее — это другой вид индивидуальных достижений. То есть, обратившись в приемную комиссию и рассказав нам о том, какой статус чемпиона вы имеете, либо какие индивидуальные достижения вы имеете. Конечно, все это в адекватном ключе. Не обязательно нам предоставлять грамоты из детских садов и за первый класс, за музыкальные конкурсы. То есть, мы рассматриваем участие в олимпиадах за 11 класс. Это список Министерства просвещения. Этот список насчитывает более 650 уже разных конкурсов, которые включены в меру поддержки творческой молодежи и спортивной молодежи. Это что касаемо пяти дополнительных баллов к ЕГЭ за призерство в данных конкурсах, за статус победителя в данных конкурсах и три балла за статус призера в данных конкурсах. Есть еще зачисления вне конкурса. Это отдельная группа абитуриентов. Это все российские олимпиады школьников и российские олимпиады школьников. То есть, здесь уже с данными категориями абитуриентов работают профильные сотрудники. Они их ведут, они консультируют, они говорят, какие документы требуют приложить. Требуют определенного заполнения по кабинету. То есть, в этом тоже ничего сложного нет. Ну и надо понимать, что все индивидуальные достижения должны быть соотнесены с тем направлением подготовки, которое вы выбрали для своего образования. Чемпион Европы по борьбе, если будет поступать на специальность, не связанную с физической культурой и борьбой, то тут... Ну, на правовом, скажем, направлении он бы очень даже пригодился. Хотя, как знать, может и физикам иногда силу применить тоже надо будет иметь своих людей. Вот пошли в большом количестве мелкие частные вопросы. Я сразу хочу сказать, у нас, к сожалению, только один час, который подходит к завершению эфирного времени, прямой линии. Еще раз напоминаю, что мы сегодня сказали, куда и как с этими вопросами можно будет в ближайшее время обратиться. Пересматривайте нашу сегодняшнюю прямую связь и получите ответы, в том числе и на те вопросы, которые уже повторно пошли, и те, которые относятся к разряду очень технических. И все-таки из разряда технических, еще несколько, совсем коротких, невозможно зайти в личный кабинет. Пишут, что он откроется после 20 июня. Это правда? Нет, неправда. Личный кабинет можно завести уже сейчас в нашей социальной сети. Я буду студентом. Подать заявление и выбрать конкурсные группы, вот тех направлений, которые предполагают подачу 20 числа, да, сейчас невозможно. Но завести личный кабинет, заполнить анкетную информацию, уже ознакомиться с кабинетом, подготовиться, уже можно сейчас, никаких ограничений нет. Спасибо. Ну и чтобы не было впечатлений, что только спортсмены, вот подскажите, а вот сертификаты о знании иностранных языков, английский, немецкий, видимо, какие-то статусные сертификаты, имеют ли вес как индивидуальные достижения? Как индивидуальные достижения мы принять данные сертификаты не сможем, но это хороший задел к студенческому портфолио. В дальнейшем эти сертификаты вам очень помогут в участии в различных грантовых направлениях, в различных мерах поддержки студенчества, ну и в целом для развития. Это большой задел. Но, к сожалению, вот в рамках приемной кампании принять документы о прохождении тех или иных курсов, либо о прохождении того или иного уровня по иностранным языкам мы не можем. Я понимаю, что количество вопросов и по мере нашего сегодняшнего разговора только увеличивалось, но с началом приемной кампании оно просто начнет в геометрической прогрессии расти. Мы можем только обещать нашим абитуриентам, их родителям, всем тем, кто беспокоится за приемную кампанию 2021 года, что это первая в этом году, в этом сезоне, но далеко не завершающая прямая линия, а прямая связь. И многие ваши вопросы, какие-то сейчас уже уйдут в работу для того, чтобы на них были даны ответы, на какие-то вы сможете получить их в процессе наших дальнейших встреч. И в завершении, раз уж время подходит к концу, вот Дмитрий Альберыч, вот такой он, он не философский, но он такой более глобальный вопрос, связанный вот опять же с ситуацией, которая сейчас складывается в стране, ну и не только в стране. Вот масса ограничений, дороговизна жизни, она просто дорожает очень сильно. На этом фоне, ну достаточно большое, большого спада-то нет выпускников, если мы на них в первую очередь ориентируемся, школ. И тут еще университет, Казанский университет, по совершенно свежему рейтингу КУЭС оказывается в первой трети самых сильных университетов и в десятки университетов России, трети мира. Я хочу спросить ваше мнение, не ожидаете ли вы, что вот все вот эти многочисленные обстоятельства, как положительные, так и проблемные, приведут к тому, что количество абитуриентов в этом году в Казанский университет окажется куда выше, чем ожидается, планируется. Сможет ли университет удовлетворить их всех, если многие из них принесут достойные, например, баллы? Вопрос достаточно провокационный. Ну я бы сказал, что такое. Мы рассчитываем, у нас есть предварительные оценки, мы все контрольные цифры приема, которые у нас есть, это приходят из Миноборнауки. Всю стоимость образовательных услуг по всем программам мы устанавливаем не просто так с потолка, а на основе тщательного анализа рынка, что существует, какие направления пользуются большим спросом, какие пользуются большим конкурсом. Ориентируемся на социальные факторы, платежеспособность населения. И много-много факторов учитывается, поэтому у нас есть прогнозы. И по этим прогнозам у нас есть план приема составленный. Значит, этот план приема, он, конечно, может быть скорректирован, но не настолько катастрофически много, как, скажем, вот вы описывали ситуацию. Я думаю, что университет в прошлом году, в позапрошлом году всегда справлялся с приемной кампанией, справится в этом. Никаких сомнений в этом нет. А мы только будем ждать более качественных абитуриентов. Я имею в виду качественных с точки зрения их показателей по экзаменам, как результатам ЕГЭ, так и по внутренним испытаниям. И дорогу осилит идущий, и мы ждем только хороших абитуриентов к себе в университет. Спасибо вам большое. Еще раз хочу поблагодарить наших телезрителей, зрителей наших социальных сетей, которые были активными участниками и продолжают, кстати, участвовать в нашей сегодняшней прямой связи. А вас попросить на наши следующие прямые линии приходить и помогать, находить ответы для наших абитуриентов и их родителей в это непростое для них время, приемную кампанию. Всегда пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.